на четвертом канале что это было продолжаем скандал разгорается вокруг фотосессии модели в полупрозрачном платье в заброшенном православном храме следственный комитет проводит проверку нет ли в этом оскорбление чувств верующих такое ощущение что оскорбиться чему-то это стало нашей новой национальной забавой так дорогой режиссер ну покажите же уже наконец эти фотографии которые столько шума наделали и так что мы знаем о церкви что такое что такое это не вот это те фотографии значит церковь или пророка в селе гарри она была построена примерно в 1797 году сейчас будет храм не действующий что мы знаем о девушке модель 23 лет фотографировали ее для свадебного журнала совет для любовь когда общественность возмутилась это не те фотографии можно фотографии девушки показать ах вот чем дело вот что его волнует так вот ска по татарстану начал действительно доследственную проверку почему объяснили потому что в действиях авторов фотосессии имеются признаки нарушения права на свободу совести и вероисповедания и главный редактор этого журнала в ужасе извинилась она рассказала что не было умысла оскорбить чувства верующих совершенно авторы фотосъемки выбрали здание в селе гарри только потому что она не производила впечатление действующего храма она правда не действующих храм женя ну все показали все что нужно и у вас мы спрашиваем фотографии видели вас оскорбляют фотографии девушки в полупрозрачном платье в заброшенном православном храме если да 328 99 41 если нет 328 не оскорбляйте 328 99 42 10 минут на голосование студии евгений маленкин общественник которого оскорбляет или нет эта фотография эти фотографии евгений здравствуйте и так меня они не оскорбляют они меня скорее всего возмущают чем покажите пожалуйста фотографии действительно вот я с евгением согласен вы показываете не те фотографии там есть фотографии где девушка просто голая и оголены нет она не на полу нет она есть есть фотографии где она голая на фоне фресок на фоне фресок святых понимаете храм это дом молитвы и если туда человек приходит молиться там не нужно фотографироваться вот в таком виде туда нет вот это скромный фото завалит молиться заброшенный не заброшен как не заброшен это официальные от священник есть священник который там служит и там в этом храме и люди каждого приходят молиться официальный ответ епархии был в том что это заброшенный храм это храм восстанавливается понимаете у нас таких очень много храмов при каждом храме при каждом храме в населённом пункте есть свой приход. Есть староста, есть орщина, есть священник. Откуда информация о том, что храм восстанавливается? Московские комсомолицы, ладно. Ну хорошо. Просто все пишут, что пока не восстанавливается. Я приглашаю сюда Александра Царикова, культуролога. Александр, проходи, пожалуйста. Привет, спасибо, что пришёл. Судя по его радостному виду, его ничего не оскорбляют. Оскорбляет вот эта фотосессия полуобнажённой девушки в заброшенном. Я всё-таки буду настраивать, потому что здесь можно зайти туда сфотографироваться. Надо фотографии показать обнажённой, где она действительно обнажена. Вы показываете руки и издалека. Тогда мы с тобой вместе вдвоём потом посмотрим. Я посмотрю. Девушку очень хорошую. Какая опасная будет встреча РНВ. Меня не оскорбляет. Меня, на самом деле, другая история всегда оскорбляет. В истории с храмами как раз-таки сейчас можно будет показать фотографии. Покажите, пожалуйста, фотографию плафона Александра Невского собора, который был нарисован по эскизам Василия Васнецова. Да, вот это другая. Это уже после реставрации другая. Нет, ребят, там просто по кругу архангелы, крылья и головы. Вот так они изображены. Вот. Это вот так выглядела фотография 2002 года моего отца. После, опять девушка, после того, как монахи начали реконструкцию, они уничтожили оригинальный фрес, который видно здесь, что в очень хорошем состоянии, объясняя эта тема, это на официальном сайте есть. То есть тебя больше оскорбляет? Меня оскорбляет уничтожение искусства, которое производят современные востреблённые товарищи. Давай вернёмся к девушке. А девушка не может оскорбить, потому что, в конце концов, мы же вспоминаем классику жанра, Библию, первые главы. И познали они стыд, и увидели, что наги. Так вот, видимо, она безгрешна, если не увидела этого греха. Вот момент какой. Есть нормы поведения, общепринятые нормы поведения. Вы заходите в столовую, в кафе, руины не являются. Руины не являются. Храм, это же понятно, что храм, и там не нужно быть обнажённым. Это же нормально, это естественно норма поведения. Понимаете? Это обряд, это таинство, и здесь не нужно путать. Давайте от религии вообще нужно немножко абсорбироваться. Правда, вот есть чем заняться, вот нечем заняться, кроме... Я считаю, что общественный комитет тут не должен... Как вот искать признаки преступления. Конечно, нет. Общественное порицание достаточно будет. Но общественное порицание должно быть. Считают извинения директора вот этого агентства, и она извинилась. Это не агентство, это журнал уже извинился. То есть инцидент вы считаете исчерпо. Конечно, конечно. Не нужно наказывать. Не нужно наказывать бедную девушку, фотографа и так далее. Фотограф уже получил свой кусок славы, и завтра к нему уже пойдут заказывать. Так, вот это тот самый знак, когда нужно объявить на конец номер 215-44-33, звоните, скажите, вас оскорбляет эта фотография. Я думаю, что мы ещё её неоднократно... Так звонок-то мы примем? Программу покажем. У нас звонок есть уже или нет? Алло. Что? Есть? Есть, ура. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, только представьтесь. Алло. Да, слушаем вас. Владислав Иванович говорит. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я за господином Алёнкина. Он молодец, правильно. Пусть в готическом храме где-то там фотографируются, а не в православном. Это оскорбление. Так в готическом храме фотографировались уже. Что в этом оскорбительного? Не знаю, что им практически нравится архитектура. Что в этом оскорбительного, скажите? А вам не оготика не нравится? Или пламеняющий? Оскорбительный храм настоящий, православный. А тут полуголые девицы оскорбляют. Понятно. Спасибо большое. Саша, вот это оскорбляет. Женя, вот что такого? Нормального человека не было. Женя, подожди, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы Александр объяснил. Есть такое слово. Ну ладно, оскорбляет. Может быть, это глупость. Действительно. Есть такое слово. Неуместно. Ну, неуместно не является поводом для судебных разбирателей, тем более Следственного комитета, привлечения в этот процесс. Когда человек вот сейчас, ну, говорит, а они попробовали в готическом храме. Видимо, уже страшно говорить про мечеть. А чего вы не мечете? Вот, странно. Ну, боится человек этого говорить. Слушайте, ну, съемки, во-первых, в готических храмах проходили такие, в прочих храмах проходили. И если мы вспоминаем вообще классику, Иисус говорит, потому что храм не там не в земле. Давайте эту девушку, девушку переместим к Памятнику Ленина, к Вечному Огнему. Прекрасно. У Памятника Ленина высмотрелся хорошо. И такой праздник был в начале 90-х. У Плэйбоя прекрасно. Подождите. У Вечного Огня. Это затронет, это оскорбит людей. Понимаете? Есть общие правила поведения. Мы ее здесь обсуждали, когда на 9 мая в одном из городов тут рядом была видна реклама с девушками в купальнике. Убрали, чтобы не оскорблять ветеранов. Ну, почему ветерана должна оскорбить девушка в купальнике? Ну, с чего вдруг-то? Ну, он воевал за то, чтобы эта девушка в купальнике жила. Красивая, в купальнике. Ну, не за то, чтобы эта девушка раздевалась в храме. Понимаете? Может быть, в этом храме бабушка этой девушки ставила свечки, понимаете? Это тварь, ты голый здесь сейчас стоишь. Только ты голый. Почему? Я в одежу. Ну, только в рубашке. А под рубашкой голый. Мы успеем приезжать. Давай я оскорблюсь. Женя, не надо так возбуждаться. Держим паузу и принимаем звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Алло. Я после того, как сказал. Как вас зовут? Задумался. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Да, Елена, здравствуйте. Меня абсолютно не оскорбляет фото девушки, но мне хочется спросить тех людей, которых оскорбило это фото. А вас не оскорбляет верующих то, что храм в таком состоянии находится? С чего мы начали? Елена, спасибо большое. Правда, Женя сказал, что его восстанавливают якобы. У нас нет такой информации. Но, тем не менее, женщинам всем я хочу сказать, безусловно, преступление имело место быть. Это преступление против моды. Господа, под прозрачные платья нельзя надевать белое белье, только телесное. Это была небольшая ремарка. Надо же дождаться, когда Холокольцев откроет подразделение полиции. Я хочу обобщить. Вы заметили, вот мне кажется, что у нас оскорбляться стало модой. Вот мы ищем, ищем мы. Мы, нация, ищем. Чему бы нам оскорбиться и громко об этом заявить? Когда можно пройти мимо и спокойно и дальше идти. Нет? Нет. Стало модно, да. Это очень плохо. Это очень плохо. Не должно быть вот такого течения, что вот здесь оскорбились, там оскорбились. Тем более, когда присутствуют такие вещи. Вы посмотрите и оскорбитесь. Такого категорически допускать нельзя. Я еще раз говорю, я против того, чтобы Следственный комитет давал оценку действиям фотографа и действиям вот этой девушки. Я за то, чтобы общество дало свою оценку. Общественное порицание. Есть нормы приличия, и мы не должны допускать. Мы не должны заплывать за буйки. И мы не должны допускать того, что нельзя ходить раздетом на улице. У нас в Екатеринбурге запрещают постоянно рекламу, где присутствует девушка в купальниках. Да ноги даже девичьи. Вот почему? Вот что у этих людей в головах-то происходит? Что они усматривают в этом? Наразвитый какой-то момент, я считаю. И здесь нужно придерживаться норм нравственности. Вы же в студию не приглашаете девушек в купальники и раздетые. Мы обязательно в следующий раз приглашаем. Я хочу это сделать. Я всегда хотел... Нет, все, нет, 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 не разрешат вам в эфир. Нет, на самом деле я не против. Еще один звонок. Давайте пляжи закроем. Последний мы примем. Вы понимаете, как сложно с ними работать. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас, говорите. Алло. У нас звонок есть или нет? Нет, видимо, не будем тратить время. Почему мы стали оскорбляться-то по каждому поводу? Я не знаю. У меня есть подозрение, что, к сожалению, та группа людей, которая раньше писала письма и продолжает писать сумасшедшие в газеты и так далее, и просто отсеивались на уровне редакторской, редакторской осмотра почты, сейчас начали дописываться до судебных комитетов, а поскольку есть такая статья, почему бы статистику, эти палочные свои решетки не заполнить? Вот последний прогноз. Как вы думаете, после всех этих многочисленных скандалов, вот мы про очередную рассказали, станет как-то меньше подобных историй? Испугаются люди или нет? Саш, почему нет? Потому что мы же знаем, когда вы что-то запрещаете, оно становится более ценным, более интересным, и большим поводом этим заняться, нарушая запрет. Женя, вы согласны? Нет, еще один момент. Нужно понимать умысел. Вот если взять некоторые скандалы, которые вышли в федеральную повестку, я не буду называть какие, там был умысел, умысел на оскорбление, специально люди заходили в храм и совершали какие-то оскорбительные действия, у них был умысел на оскорбление. Здесь умысла на оскорбление нет. Здесь не было у девушки умысла на оскорбление. Откуда вы знаете, вы не общались? Нет, я не думаю, что здесь две вещи разные. Рядом с храмом действующим может девушка в купальнике пройти? Рядом. Или парень с покемоном? Да. Нет, ну про нет, ну может? Нет, ну я думаю, ну да, конечно, конечно, да, но в храме нет. Все, 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 все. Почему-то никого не оскорбляет фотографирование, например, в античных храмах. А ведь храмы... 20 секунд осталось у нас до окончания голосования, время заканчивается, я подвожу итоги, и 40%, 41% да, оскорбились вот этой фотосессии, но 60% не оскорбились. В значке оголы и филипс, что это было? Надеюсь, они вас не оскорбят. Нет, там нет голой бабы ни одной, к сожалению. К сожалению. Вот что это было. Спасибо. Спасибо и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова